так мы все уезжаем смотрим табличку нефтьюганск 237 топольск 709 сургут листок нифига что это путь когда далеко все понятно далеко может сейчас с востока и на востоке сначала грубо говоря дорога которая из тобольска мы должны на нее выехать и поехать куда дальше сторону сургута из канта мансийской выехали всем пока бога город очень понравился город очень красивый красивые здания мамонты прикольные в общем все круто единственно кафешку забыли ну вот показать ну ладно это им за картошку который сборчен хотя стальной очень вкусно было как-то так ну ханта мансийск прикольно красивый казани чем-то наполнил только мне кажется почище ханта мансийске чем казани казани вот площадь это все чистое да да и машины там стоят на газонах и так далее то есть 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 в чем ханта мансийск лучше правда не знаю муж казани тоже тоже по проекту что там у нас нефтью ганск прямо и ваша обла дорога ровно нужен тогда широкая видел такие столовые металлические полностью для деревянные не будем и был зеленый еще покрасить девочек не видно с деревьев великая вьюшка вон, вьюшка она точно вьюшка вон туда-сюда это что, столько населенных пунктов или это сады и все сады, по-боже, частные дома как сады? что это вроде? дорога пока идеальная, 195 километров осталось проехали с поворота направо это там горно-правдинский на Тобольске что слишком километров ну вот знаков оленей что-то пока нет, и камер тоже пока не было но мы не нарушаем знак оленей был 18 километров длительностью мы такие думают, откуда тут взяться, вроде ограждения в болоту вокруг болотные олени что какие-то интересно ну, видимо, случаи были пока вот ездим попасть все, радиацию замеряют ну, что-то все и нету нигде, да? ничего нету не радиоактивные какие-то зоны не радиоактивные системы не радиоактивные больно, только болото начинается сразу же ограждение что, видимо, туда если слетает что-то тема, что она сразу забирает нечто интересно что-то какое-то производство либо газовая тема тоже нефтяная а это может эти ну, как они, косые или как как мы видели это? коса? я соображаю, я забыл я забыл мама у нас помнила не коса, а куст куст а что, новые деревья появились что-ли? какие-то, это что за деревья интересные? с белыми или не с белыми, кажется цветками а, ну, черные березы точно растут вот они где тут вся-то черные березки прикольно а там дым, он черный надеемся, не пожар для напоминания сегодня 6 июня 2022 года едем сейчас из Ханта-Мансийска в нефтекамск ой, в нефтекамск о, в нефтекамск вот это Стамбул по северному широтному коридору да, по северному широтному коридору именно так так, заправка и развилка здесь Тюмень еще прямо продолжается Приопская МР это что? Приопская ой дороги там камешки мама говорит никогда не видел столько болот смотрелось, говорит, на все же на цепа уже видели когда Новосибирск болит что за гонщики учитывайте учитывайте, что я 100 там 130 я заметил вот в этой стороне почему-то гонщиков больше людей, которые там сплошные гонят как бешеные и так далее может нам конечно повезло просто мы заметили, что в ту сторону везут очень много трупов и труп похожи те, которые которыми пробивают скважину с резьбой на одной стороне видимо это где-то бур там в начале только мы не поймем что вот ими пробивают скважину потом их вытаскивают туда засовывают трубку с насосом что ли каким-то кто знает или как или эти трубы там остаются к этому технология у них есть газ какой-то использую ааа его сжигать надо но все годом пламя да ладно что реально никуда не используешь но он же горит вот его и сжигают так он же может гореть в комфортке или еще нет почему-то нет это нельзя использовать или невыгодно в баллоны же можно горит и ладно это самое главное шелка так куда мы уезжаем нефти юганский район серьезно серьезно что где нет нет вот он горит что еще пламя пламя то вообще конкретное жалко из деревьев не видно ничего а вон сейчас факел такой прям конкретный да да правильно отметили что не видели мы там сортировки мусора раздельно раздельно то есть все как бы в одни баки все бросалось без крыши без крыши да то есть как-то это не современник у нас это что появилось есть вода короче тут уже машины ездят с такими вездеходными вездеходной резиной шоссейные уже практически не видимо дальше уже у них они рабочий в основном камазы желтые держишь сворочек свородочка с коридорчика северного и куда-то лемпино олень лось так прилетели куда-то а ну вот дорога которую мы потом обратно поедем наверное пайковский тюмень налево чё а почему налево а ну пока мы еще не приехали видимо это дальше ну ладно а где-то я светофор видел а это не светофор это скорость замеряется а да Калинтон но все равно тормозить надо было а направо то куда тогда так там вообще чуть фиг у нее дорога асфальтированная а а а посмотри ой 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 деревья ой 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 капец то вот в этом регоне больше всего фур это почек реально почек огнеопасно прямо к тема здесь это же вот отечественные краны спереди же еду да типа уральс там армагеддонец по всяким вот интересный производят еще может и нет даже это мы же проезжали завод себе техники надо читать классно так он маленький такой заводик делает непонятно что кран наверху так он посередине стоит что ли или где наверно как убирают это видимо какой-то специальный кран пояковский всем привет кран который оборудование там затаскивает просит необходимо так пояковский налево уход может добрый вечер вы из домики вот пришли там вот что-то мимо не проезжаем но у нас гостиница теперь дорога пояков так пояковский поселок городского типа с плохой дорогой название происходит от близлежащей реки бойк 55 километров от мерки юганская основа в 1964 году супер губер молодой двадцать шесть тысяч пятьсот семь человек стрелочка зеленая вверх это двадцать первом году двадцатом году двадцать шесть тысяч четыреста двадцать восемь то есть идет рост и все не все никакой экономики ну как есть не указан на сайте раскрыть основное занятие жителей поселка добыча нефти и газа ну все понятно везде где пока нефть не закончилась и газы закончилась везде пока это растет уровень жизни и и собственно сама жизнь да вот с этим магнитом а нам зачем я не знаю вдруг надо максы по центральной улице не смотреть за чем у них такой спорт комплекс какой-то нефтяник дворец ледовой так что такое центральный сквер вот он я люблю так дальше что мы имеем это что у нас автостанция там вот что-то ледовое это это школа уже прикольным глобус этот олень а вот такие фигурки целый пастбище да прикольно так позвонишь мешок мишка как как так чё тыinea смотришь а там его не то что путается начал нету за помощь сейчас поликлиники на правду ой какие серые то сейчас так до реки доедем на выезд но так то по ощущениям да вот белая ночь и белая ночь и ну а так так темнеет вроде да до бракеты есть странно да вроде отделанную квартир там хорош ну может быть может быть я не спорю скорее всего там наверное умный дом внутри сети но это обдела родина северная где пляж нет я понимаю что он там когда него доехать но до него нет улицы дорога вроде показывается вот дорогах на площадке точно тут он-то разрушенное здание что-то как-то тут непонятно то есть к нему не подъехать получается пипец какой-то ну ладно мы захотели искупаться чё зарегайтесь такая же большая юганские вот завалено большой юганский проток ну мы туда не пойдем а ну да как улица дорога ты ладно короче поехали дальше не больно это и хотелось купаться были сейчас этот навигатор включится регистратор что-то как-то вот я вначале заехал до сказал дороге вот так вот это дороги плохие еще куда поехал а мы где-то смотрим а вот только вот да тут короче прям вам вот так вот не везде на нефти деньги сделаны дороги вернее так что фразу что в хмау везде дороги хорошего мы не поверим ну да нам тоже надо зато какой автобус то большой ну ладно погнали на выезд и короче 40 год ой нефтьюганск нафиг эти дороги выезжаем они тоже добыча нефти занимается но четко как-то видимо не туда деньги в дорогу не пошли тоже где поселки там домики строятся такая же беда зато у них сандыка больницами от грохота вообще фигеть просто здоровенная центральная районная больница вот это вот это ну да выезжаем снова на северный широтный путь коридор коридор столько едем по нему никак не буду запомнили так справа чисто слева чисто погнали сразу знак внимания 2 километра интересно и и и и и и Мост Недалеко от Нефтьюганска 45 км дороже на работу Объезд какой-то Что-то может это сделать Смотри, настряпали этих А, ну они нормальные Въезд Там река справа Ой, какой объезд-то страшненький Так-то, если что Ну, он хоть и есть Ой, блин Такое ощущение, что он провалился Что-то регистратор молчит как-то Пипец Вот это плитки Трассы сравниваем, которые проехали От Нижнего Тагила до Ивделя От Ивделя до Негань Все, достаточно просто было А вот эта трасса От Ханты-Мансийска до Нефтьюганска Прям вот она вообще загружена И вот всяких Камазов Ну, короче, всяких фургрузовиков Прям море Что туда, что обратно С грузами, без грузов Пустые, загруженные и так далее Трасса загружена реально Так, слева, что-то как-то масштабненько Газпром Разбила осенья, наверное Почитаем Транснефть это Крокотельево Точно транснефть Да, она туда продолжается Мост с огороженной Крымский мост Начало Внимание, водоохранная зона 200 метров А, мост сейчас будет Понятно Крымский Большая Юганская протока О-о-о Вот только Я увижу там Выски жгут уже Нефть Да, плохо видно через этих рождений Обратно через путь Япсона, значит, получается Путь, когда поедем Блин, а как нам тут Через пиццу Разберетесь Разберетесь Даже нефтьюганск Прямо показываю Прямо что-то Да Да Ну, пипец Затупил Ладно, никого нету А в чем разница-то Не понимаю Смотри Разницы-то нету А, есть разница Там выезжаешь Видишь, как поздно Хотя нет, успеваешь Что-то смеешь Перед так вот Все полосы Пересечь Придется Ну да Факел горит Нас встречает От него и дымал много Подъезжаем На один градус Теплее стало Видимо, греет труба Смотри, сколько тут Фурс пяток Отдыхают Как говорится Да, все временно Отдельно труда Труба туда вывелена Нефтьюганск От слова нефть и хант В реках Город в России Административный центр Нефтьюганского района Ханты-Мансийского Автономного округа Третий по размеру Город-округа После Сургута И Нижневартовского Один из немногих В России Превосходит по населению Столицу субъекта Ханты-Мансийского Сургут же тоже превосходит Получается И Нижневартовского 22 июня 61-го года 1960 На берегу Юганской Оби Около Усть Балыковских Юрт Высадился Отряд Геологоразведчиков 15 октября Ударил Первый фонтан Нефти Затем Были новые Фонтаны 18 декабря 62-го года Искважины Ударил Фонтан Суточным Дебитом Нефти 800 тонн Таких в Тюменской области Еще не было После этого Поселок Геологов Стал бурно Расти В 1980 В 1980 Году Был образован Нефтьюганский Район С центром В городе Нефтьюганске Город Находится на острове Между двумя Так Сейчас Подождите Мостик Проедем Да ладно Не надо Я не Достану Обратно Все Поедем Здесь Я просто Не поймал Вот это Железнодорожное А Ну да Это что Здоровое Может Так Пусто Да Круто А То есть Нет Железнодорожное Это Две Разных Полос Разделенное Я думаю Че так пусто Ну давай Почему там Больше Ну Там встречка Нашей В начале 2000-х годов Юганск Транс Нефть и газ Стал Принализать Юкос После Аукциона В 2004 Году Перейти Юкос Не стало Подарковский Да Предприятие Перешло Собственность Нефтяной Компании Роснефть Все Ныне Это ООО Юганск Нефть и газ Главное Добывающее Подразделение Компании Роснефть В 2000-м году Число Жителей Города Превысило 100 тысяч Человек Что Сделало Сделало Его Крупнейшим Городом Округ Наряду С Сургутом И Нижневатерском Так Население В 2021 Году 128 Тысяч Человек 128 Тысяч 159 Человек В 2020 Году 127 Тысяч 255 Человек То есть Стрелочка Вверх Получается Он тоже Растет Средний Возраст Жителей Города 33 Года Рост Численности Населения Происходит Как за счет Естественного Так и за счет Механического Миграционного Процесса И роста Гемографические Процессы В городе Нефтьюганске Характеризуются Рядом положительных Тенденций То есть Это Растет Экономика В окрестностях Открыто Крупное Месторождение Нефти 61 Года Ведет Нефтодобычу Оу-Оу-Аут Юганс Нефтегаз Работает Предприятия По эксплуатации Магистральных Газопроводов Сервисное Обслуживение Компании Бюджетное Учреждение Вот и все значит все только нефть сегодня в городе есть все необходимое для жизни благоустроено жилье больницы поликлиника дома культуры магазины школы детские сады и так далее пока есть нефть наверно ну сургут то будет отличаться с переработкой вроде как занимается ну то все да да тут дальше данных нет 2010 году денежные доходы населения сложились размере 20600 рублей в десятом это хорошо сейчас сейчас секрет эти сачем хорошо скорее все тут зарабатывать нефть юганск привет всем я издалека уже видел что-то домики красивые тоже ну по крайней мере покрашены хотя есть и старые вот видишь не доделали там и сейчас в гостиницу заселимся поспим номер покажу от с утра по нефть юганску значит покатаемся и потом сургут благо он здесь рядом с на яморка и пяти чашечки есть как у нас подобное прям панельки я завязываю что-то дороже еще рубасик так те здесь куда а так дальше прямо А потом налево Что-то глаз попало, не могу проморгать Ну, что-то мы по крайней куда едем, конечно, сейчас Это что такое? Что-то огромное Рыжая-зеленая Ну, скорее всего Угу У другого центра, наверное У тебя будут Рандеву Угу Да, мы это по обезновлению Магазин сенсей есть Все знакомые Ну, это китайские-то А, все, понял Уже, главное, луна видно, но светло Да, бензин, конечно, тут не радует ценой Так что Как на юг приехали Только на север Вот мы, кажется, Урал Мы середина всего Ну, в плане Наверное, цент Тоже Так Куда-то В какую-то часть города Пока для нас Совсем не знакомо Хочется поспать Еще, блин, ролики обрабатывать надо Да Чтоб выпустить-то их Опа Прямо два километра Окей Договорились Ну, пока что-то как-то по обычному город смотрится Да Обычно Просто обычный То есть сравнивать, если С югорском С хантамансийском То есть как-то Немножко это Нефть тут подешевле Получается Видимо Ну, это пока мы На крайне потом сядем Нажготельная, да, есть Нажготельная Что-то Промышленный рэн, что ли? Экосинец Промышленный рэн Ладно Ну, правда Три тысячи Но Для край-то это много, да? Да-фиг его знает Здесь уровень зарплаты Большой, поэтому Может это нормальная цена Даже маленькая Что это такое? Реал Горан Савис Руснефть Руснефть Отвезти Значки Интересный поворот Событий Не знаю где Ты просто и не спросила В этот раз М? Вы видите, наверное М? М-м-м-м М-м-м Калита Да нет, а если вот эта вот стоянка Слушай, а не на второй этаж? М-м-м Гостиница, которая калита С ней не получилось Чем там всё-таки душ общий оказывается И где-то она тут на отшибе стоянка там не пойми где на заводе в общем решили ехать дальше вовнутрь города там поискать дым какой-то здесь 10 часов поиска чем поиска щеку мы поехали в одну парковая 3 дробь 1 и и куда приехали оттуда мы такой